А вы в курсе, что в Сочи снизилось количество совершаемых преступлений на 8%? Но вот число телефонных мошенников, к сожалению, увеличилось. Преступники придумывают все новые схемы обмана сочинцев. Как не попасться на удочку аферистов, мы расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, заместитель начальника УВД по городу Сочи, начальник следственного управления, полковник юстиции Александр Терещенко. Здравствуйте, Александр Александрович. Рады вас вновь видеть в нашей студии. Спасибо, что к нам пришли. Сегодня мы с вами говорим о мошенничествах и не только. Город снова захлестнула волна телефонных мошенников. К сожалению, они никуда не деваются, но какие-то новые схемы они наверняка используют. Вот расскажите об этих схемах, на что идут аферисты для того, чтобы обмануть сочинцев и выудить у них деньги. Аферисты развиваются иду в ногу со временем. Если раньше самое частое распространенное вид мошенничества было обращение к потерпевшему по телефонной связи, родственник попал в беду, то сейчас используют новые виды мошенничества. Это обращение к потенциальному потерпевшему, давшему объявление на сайте Авито и других сайтах о продаже какого-то имущества с просьбой передать ему номера банковских карт для того, чтобы перечислить задаток, ввести какую-то сумму. В конечном итоге человек отдает все данные своей банковской карты и лишается тех средств, которые на ней зачислены. Поэтому мы тоже не стоим на месте. В этом направлении развиваемся. У нас есть созданы специальные средственно-оперативные группы для причинения таких видов преступлений. Есть положительные результаты. В этом году задержана группа, находящаяся в городе Туле, которая орудовала по территории города Сочи. Выехали в командировку, задержали. Уголовное дело направлено в суд. Сейчас ждут справедливого приговора. Насколько вообще сложно работать с такими видами преступлений? Сложность только в том, что чаще всего преступники удалены от нашего города. Они выбирают специально отдаленные от себя регионы для того, чтобы следователям, оперативникам было труднее их достать. В другом городе труднее установить место выхода в эфир того или иного электронного устройства, телефонного устройства. И вот именно тем, что расстояния очень большие, нам приходится немножко, скажем так, отдалять процесс неотвратимости наказания. Но если раньше мы говорили о том, что жертвами мошенников, которые по телефону говорят о том, что родственники попали в беду, например, становились чаще всего пенсионеры, то жертвами мошенников и такого нового вида мошенничеств кто чаще всего становится? Это те люди, пользователи интернета, которые посредством разных сайтов размещают объявления о продаже, о покупке какой-либо недвижимости. Скажем так, средний возраст потерпевших снизился в связи с тем, что развиваются новые технологии. Ну как все-таки себя уберечь и не попасться на удочку таких аферистов? Ну в первую очередь, конечно, когда вам звонят и просят кто-либо реквизиты банковской карты, к этому нужно относиться очень сдержанно. Понятно, что желание продать или купить что-либо или заработать каких-то денег, оно движет потенциально потерпевшим. Но здесь нужно понимать, что предоставление банковских карт, номеров, кодов влечет за собой неминуемо такие неблагоприятные последствия. Поэтому, в первую очередь, не давать никому реквизиты банковских карт, не сообщать никому пин-код. Если вам позвонили и сказали о том, что ваш родственник попал в беду, нужно обязательно перепроверить. Более того, если выдвигаются какие-то требования о незаконной передаче денежного вознаграждения, необходимо сразу сообщить в полицию по известным всем телефонам. И тем самым они предотвратят и преступление, себя уберегут и позволят нам оперативно среагировать и поймать преступника. Но некоторые все равно, попадаясь на удочку мошенников, не звонят сразу в полицию, не обращаются. Правильно ли это? Уровень латентной преступности достаточно высок, в связи с тем, что суммы, как вы сказали, не обращаются в полицию для потерпевших незначительные. Но тем самым они порождают безнаказанность у преступников и желание совершать преступление дальше. Это неправильно с точки зрения и гражданской позиции, с точки зрения и оказания помощи правоохранительным органам. Поэтому даже если сумма небольшая и для потерпевшего незначительная, обязательно нужно сообщить в полицию, для того, чтобы мы смогли среагировать и пресечь, возможно, более серьезные и тяжкие преступления. Еще один вид преступлений – это фальшивомонетчики. Обычно в канун новогодних праздников, это такая горячая пора для тех, кто занимается сбытом этих напечатанных, нарисованных денег. Потому что людей в это время в магазинах много, бдительность рассеивается, и, соответственно, фальшивые деньги можно сбыть в канун новогодних праздников, либо в жаркий курортный сезон, в пик его. За прошедшие зимние каникулы много ли фальшивых купюр было выявлено и были ли они выявлены вообще в городе Сочи? И какая вообще работа проводилась для того, чтобы обезопасить людей от таких вот фальшивых денег? В прошедшем году зарегистрировано 89 фактов сбыта фальшивых денежных знаков. Нами постоянно проводится работа по установлению каналов сбыта, по пресечению каналов сбыта. И в 2017 году нами раскрыто более 11 преступлений по факту сбыта денежных знаков. Одно из них в составе организованной преступной группы. Для того, чтобы обезопасить наших жителей, гостей, курорта от данного вида преступления, нами в торговых сетях, в крупных мелкорозничных торговых сетях развешиваются памятки, проводится инструктаж с продавцами, с собственниками объектов торговли. Для того, чтобы при получении дирижных знаков они проверяли их на подлинность, ставили соответствующую аппаратуру для того, чтобы вовремя пресечь факт сбыта и уберечь нас от негативных последствий. А какие купюры чаще всего подделывают фальшивомонетчики? Чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Во-первых, больше номинал, при их размене можно извлечь максимальную прибыль. Но в прошлом году были факты сбыта денежных знаков по тысяче рублей. Иногда даже иностранные валюты номиналом по 100 долларов. Все это для нас не ново. Работа, она поставлена, продолжается из года в год. И поэтому факты сбыта денежных знаков, факты данного вида преступлений будут раскрываться рано или поздно. Но сейчас в руки сочинцев начинают попадать уже новые банкноты номиналом в 200 и в 2000 рублей. Стали ли преступники подделывать вот такие новые денежные знаки? В нашем городе таких фактов пока не зарегистрировано. Все-таки купюра редкая. И даже в обиходе еще не все их даже видели в глаза. Ну, надеемся, что таких фактов выявляться не будет. А если они и будут выявляться, то полиция всегда у нас на страже закона. Но теперь от мелких мошенничеств предлагаю перейти к более крупным. Насколько мне известно, в вашем управлении расследуется целый ряд дел, которые касаются так называемого земельного мошенничества. Тема достаточно актуальна для города Сочи. Какие схемы используют мошенники? Опять же, и удалось ли вывести таких нарушителей закона на чистую воду? В 2017 году нами было раскрыто 34 факта таких преступлений. Мошенники используют совершенно разные схемы. Если раньше это было изготовление поддельных средств на право владения и пользования участком земельным, то сейчас прибегают к схемам вступления в наследство по поддельным документам, по поводу дачи доверенности от кого-либо, также по поддельным документам. Но все эти схемы нам известны. Они достаточно эффективно раскрываются. И при содействии сотрудников полиции, и при содействии органов госбезопасности. На общую сумму более 122 миллионов было нужно аресты на такие земельные участки. Они будут либо переданы в муниципальную собственность, либо в соответствии с законом суд вынесет иное решение, которое опять-таки позволит защитить права и интересы и граждан, и государства. Еще одна важная криминальная проблема для города Сочи, она не касается мошенничеств, но тоже хотелось бы о ней поговорить. Это тема распространения наркотиков, в частности тема закладчиков. Их достаточно много, и об этом говорят и сами жители Сочи, обращаясь и в полицию. Вот что делать, если человек видит таких подозрительных людей, которые либо делают закладки, либо, может быть, их ищут? Телефон, еще раз говорю, известен. Обязательно нужно сразу сообщать дежурную часть УВД по городу Сочи, либо же того района, где обнаружены такие подозрительные лица. Граждане нам активно содействуют в расходе данного вида преступлений. Мы уже для себя наметили очаги, пораженные вот этим негативным явлением. Естественно, мы выстраиваем работу в соответствии с той информацией, которую получаем. Есть задержание, и опять-таки задержание лиц, распространяющих наркотики в составе организованных преступных групп. Ко всем будут вынесены суровые приговоры для того, чтобы всем остальным была наука на будущее, стоит ли заниматься такого рода незаконным обогащением. То есть тема закладчиков, она, к сожалению, не теряет актуальности? Не теряет актуальности, и, скажем так, динамика преступлений в этой отрасли позволяет нам сделать вывод о том, что еще некоторое время это зло мы будем с усердием побеждать. Я надеюсь, сочинцы будут бдительны и будут обязательно сообщать, если будут видеть такие факты в своих дворах, на улицах и так далее. Да. Александр Александрович, вам спасибо большое, что стали сегодня в очередной раз гостем нашей программы и поделились очень важными для всех нас советами. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня был заместитель начальника ОВД по городу Сочи, начальник следственного управления, полковник юстиции Александр Терещенко. Спасибо огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...